38 поручений, 30 выполнено, 6 в работе. Краткие итоги прошлой встречи с жителями Немчиновки. Частное здание на землях Министерства обороны, для детского сада подходящее. Изучили все документы, результаты обследования тоже готовы. Строение в технически исправном состоянии, ремонта не требует. Необходимо провести его оснащение, выполнить благоустройство территории, провести панернуты инженерных систем и оборудования. Согласно локально-сметному расчету, на выполнение комплекса работ по благоустройству потребуется порядка 18 миллионов рублей. На оснащение детского сада, мебелью, оборудованием и игрушками потребуется около 33 миллионов рублей. Отдельно нужно проверить работоспособность систем вентиляции, водоотведения, водоснабжения и наружного освещения. Впрочем, еще предстоит решить вопрос о приобретении здания и участка, на котором оно расположено. В адрес министра образования Московской области Бранштейна направлено письмо о рассмотрении возможности включения в государственную программу Московской области образования Подмосковья на 2023-2027 годы мероприятий по приобретению и выкупу объекта для размещения дошкольных групп. 15 сентября получен ответ, что выкуп здания детского сада возможен совместно с земельным участком. Чтобы успеть по делам, нужно выезжать с большим запасом. Жители Немчиновки жалуются. Выезд из села – настоящее испытание. Чтобы дорожную ситуацию улучшить, просят поменять знаки приоритетности. Но для этого нужно договориться с собственником дороги. Дайте еще недельку на проработку. Хотя бы менять знаки. Да, но либо попросим все-таки пойти навстречу, поменять знаки, либо заберем дорогу, а дальше уже будем отрабатывать и с ГАИ, и с проектом организации движения. Работа общественного транспорта, благоустройство, перебои в подаче электроснабжения и не только. На встрече разобрали все проблемы, волнующие жители Немчиновки. Динамику проделанной работы оценят чуть позже и в том же составе. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова